всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы рассказать о новом обновление logic версия 10.4.5 обновление на самом деле так много разработчики что-то давно не обновляли logic все если честно ждали уже обновление 10.5 но разработчики решили сделать еще одну промежуточную версию и она нам принесла несколько новых функций новых доработок новых изменений интерфейса но обо всем по порядку постараюсь особо не затягивать потому что много рассказывать нечего давайте приступим я здесь пометил примерный список о чем точно стоит говорить первую очередь это увеличено количество дорожек в проекте и количество сен посылов на каждом треке то есть теперь мы можем создавать до 1000 аудио треков до 1000 software инструмент треков и все это использовать в проекте ну конечно же я понимаю что мало кому реальной практике такое понадобится количество но так или иначе можно добавить к примеру вот столько треков и сейчас они создадутся и собственно использовать такое большое количество трек то есть можно создать темплейты может быть это будет кому-то удобно кто работает день там на студии вот как мы видим у нас проекте 1000 аудио дорожек и вот так вот можно их листать то же самое можно сделать и софтер инструмент треками ну показывать я это не буду думаю так понятно вот но в целом это действительно очень прикольно что ты понимаешь что у тебя вообще нет никаких лимитов никаких ограничений и можно творить работать и каждая дорожка уже не несет какой-то прям такой большой ответственности скажем так ее наличие в проекте вот поэтому интересное нововведение также у нас добавлена возможность добавлять до 12 сендов то есть раньше было всего 8 теперь можно создавать например 12 ауксов и на них с каждого с каждой канальной линейки отправлять сигнал то есть раньше еще раз повторюсь было всего 8 посылов на каждой дорожке ограничено то есть больше уже там 9 не могли поставить посыл то сейчас это количество увеличили до 12 вот ну в принципе достаточно интересная функция сразу скажу касаясь микшера что здесь появились такой дополнительные кнопки для встроенного аудиоинтерфейса у меня это недоступно потому что я использую внешнюю звуковую карту со своим драйвером но некоторые карты которых нету отдельного драйвера они поддерживаются скажем так корр драйвером системы mac os и logic дает управлять картой прям непосредственно через свой интерфейс то есть вы можете включать фантомное питание менять полярность сигнала включать low-cut фильтр и так далее то есть очень удобно здесь можно разгонять чувствительность для тех кто использует такие звуковые карты действительно прям стал удобный и кстати микшер стал еще более похожим на такой скажем так реальный аналоговый микшер далее чем еще хотелось поговорить можно теперь сортировать apple loops по категориям то есть мы можем здесь отмечать что нам нужно мы хотим увидеть видеть только меди лупы или только драмер лупы или только аудио лупы и таким образом использовать их ну то что вам нужно в проекте либо отметить все и использую здесь все также можно теперь сразу перетаскивать несколько apple loops одновременно то есть если вы в проекте хотите использовать сразу несколько apple loops ну например я сейчас возьму жанр какой-нибудь допустим фанк и у меня здесь есть разные группы инструментов бас гитара пиано я могу сделать выравниваю по тональности допустим там до например я беру я беру к примеру вот такой луп к нему могу сразу гитару и могу все это сразу перенести в проект и таким образом у меня перенеслось сразу четыре лупы которые я выбрал здесь то есть нажимаете команд и выделяете несколько лупов и дальше их переносите в проект то есть очень удобно быстро делать из apple loops какие-то демки аранжировки вот то есть тоже такая интересная функция странно что я не было раньше в принципе вполне себе логично и но лучше поздно чем никогда далее появился новый плагин dsr обновленный он в принципе достаточно стандартный я его уже успел посмотреть сейчас я его найду закладки dynamics dsr 2 старого dsr а уже нет выглядит он так с обновленным интерфейсом и принципе настройки все как у любого dsr а там от фаб-фильтра например или там от waves то есть у нас есть собственно порог срабатывания у нас есть основная опорная частота где мы слушаем эски например то есть шипящие звуки какие-то в вокале например можем их послушать отдельно то есть можем слушать где на чем мы фокусируемся далее также можно делать фильтр либо bnp с то есть когда мы конкретную частоту и окружные частоты затрагиваем либо мы все что выше то есть все что выше четырех с половиной герц у нас будет шельфом вот так вот плавно срезаться при превышении вот этого порога то есть можно разные режимы в разных ситуациях лучше разные варианты сплит и range прям точно позаимствовали у фаб-фильтра сейчас если я открою то на самом деле реально очень похоже то здесь тоже вот есть white band сплит бен даже те же самые скажем так название это имеется ввиду что когда у вас происходит шипящие у вас либо вся громкость дорожки то есть как обычный компрессор у вас приглушается либо только приглушается часть выше у тех частот что здесь стоит то есть соответственно white это все и сплит это только когда отдельно верхние частоты вас приглушаются вот но думаю это и так понятно ну и соответственно вы можете поставить max reduction то есть насколько сильно вы будете давить эти эски шипящие звуки то есть можно давить там чуть-чуть например там на несколько децибел а можно прям полностью задавить и повысить вероятность того что вы сделаете просто из человека такого шиплявого скажем так ну то есть так или иначе есть возможности и они вполне себе такие отвечают современным стандартам то есть если у вас например нету стороннего хорошего диэсера то встроенный вложек теперь вполне конкурентоспособен и им реально очень удобно пользоваться и он стал действительно качественным тоже уже успел попробовать ну тут якобы на практике показывать не буду думаю что и так понятно что он хорошо работает далее у нас есть еще функция динамическая загрузка плагинов что это такое сейчас я сперва лучше покажу а потом уже это дело прокомментирую я захожу в настройки проекта и вот здесь появилась такая вот галочка открытие проекта и написано загружать только те плагины которые нужны для воспроизведения проекта что имеется ввиду вот например у меня как вот в этом вот примере вот в этом проекте у меня очень много дорожек которые никак не задействованы и на них могут стоять какие-то плагины ну допустим давайте займем микшер и я например вот на какие-то дорожки тут поставлю например какие-нибудь там какие-то плагины например допустим попробую поставить еще что не такое особенно емкая ну неважно любой плагин допустим у меня здесь по факту используются в плейбеке только эти первые четыре дорожки то есть звук в проекте исходит только с этих дорожек то есть эти дорожки никак не используются на них есть плагина них есть какая-то обработка но материала так такового нету то есть какая здесь обработка не стояла это абсолютно не имеет никакого смысла и собственно лоджик это понимает и когда у нас стоит эта галочка у нас при открытии проекта лоджик скажем так не будет инициализировать те плагины которые у нас ну скажем так нам не нужны то есть они вроде есть проекте они где-то там подгрузились как пресет но они не включены они как бы в таком фоновом режиме это позволяет быстрее загрузить проект особенно если у вас много дорожек много каких-то уже там шаблонах обработок но они например не используются если в предыдущих версиях у вас бы очень долго загружался этот проект открывался в эту сейчас он будет открываться гораздо быстрее давайте сейчас сохраню закрою проект открою его еще раз и вот мы видим у меня на выделенном треке включили включился автоматически десер даже несмотря на то что у меня здесь ничего нет но только из-за того что он выделен лоджик его посчитал как важным каким-то главным ну возможно что-то сейчас планирую себя записать поэтому обработку он здесь включил но на остальных дорожках которые у нас не выделены и не использованы никак никаким аудио или там мидии материалом у нас эти плагины лоджик определяет как ну скажем так ненужные то есть если я сейчас хочу послушать свой проект у меня звук идет только с этих дорожек зачем не слышать действия вот этих плагинов которые ничего не обрабатывать то есть это логично это ну действительно очень толково но если я например перенесу допустим какую-то дорожку вот на вот этот 9 канал допустим этот фанк бит вот перетаскиваю на 9 дорожку то вот автоматически лоджик включил этот плагин то есть плагин на девятой дорожке который стоял он сразу стал активным потому что лоджик понял что я стал использовать этот 9 канал ну и также если я нажму на плагин у меня здесь показывается что плагин загрузится тогда когда нужно и соответственно здесь описание этой функции что чтобы разгрузить загрузку проекта есть такая функция что лоджик делать недоступным какие-то плагины но уже после этого сообщения у меня соответственно плагин конечно же активизировался потому что я уже например на него нажал начать я что-то в нем хочу посмотреть но каблоджик предупредил чтобы вы не пугались вот такого необычного цвета плагинов потому что я поначалу честно потому что это какой-то глюк я не прочел про эту функцию в описание обновления получили какой-то глюк но в обновлении что он как-то неграмотно отображает некоторые плагины но на самом деле это оказалось вот эта функция и как я показал ее можно спокойно отключать то есть заходить project settings general и если вам не нужна эта функция вы можете ее спокойно отключить и это напомню что это не глобальные настройки это настройки для каждого проекта то есть как в каком-то проекте вы можете оставить эту галочку а в другом проекте вы можете ее убрать если хотите чтобы он открывался полноценно со всеми плагинами вот собственно такая функция думаю что здесь тоже все понятно так мы все основное мы рассмотрели что я тут заметил единственное сразу так от себя добавлю во первых чуть поменяли шрифты то есть сами буквы вот название файла название дорожек точнее чуть другие начал как-то мне даже было глазу непривычно цифры на панораме они как-то как будто чуть вниз сдвинулись ну понятно не критично то есть дизайнер видимо работают что-то дорабатывают или может быть где-то не доследили в них чуть съехала то есть раньше как-то эти числа были более как-то вписанная в этот регулятор сейчас они как-то как такое ощущение как будто чуть вниз и в бокс ехали но это опять же все субъективное это никак не повлияет на работу и на качество работы секвенсора просто такие мои замечания и единственное что я заметила сейчас проверю прям в реальном времени может быть это только на каком-то конкретном проекте был глюк вот допустим я создал первый посыл на какую-то шину я хочу его посмотреть то есть я хочу вот у меня тут куча дорожек порядка тысячи ну не точнее не порядка ровно тысяча я хочу быстро переместиться в правую часть миксера чтобы посмотреть вот этот вот эту шину что у меня на ней и вот я нажимаю и у меня открывается почему-то вот это меню то есть то же самое что и правой кнопкой мыши то есть я нажимаю правой кнопкой мыши я нажимаю левой кнопкой мыши у меня возникает это меню я таким образом сейчас никак не могу я не знаю куда здесь набрать нажать меня микшер не перемещает вправо это я не знаю то ли глюк то ли может быть что-то поменялось может надо нажать что-то не нажимаю option не помогает даже my command не помогает control не помогает shift помогает все Но об этом как бы тоже нигде не написано То есть вот сейчас метод натыка В реальном времени я это выяснил И я думаю, вам тоже будет полезно То есть вы нажимаете Shift И только после этого у нас микшер показывает Собственно Куда у нас отсылается этот сигнал Ну, можно, конечно, привыкнуть Хотя двойной щелчок мне лично был удобнее Сейчас же при нажатии у меня сразу появляется меню Хотя, с другой стороны, раньше нужно было очень долго нажимать Чтобы появилось это меню То есть раньше, если ты просто один раз нажимал Этого меню не появлялось То есть нужно было мышку именно зажать И только тогда оно появлялось В принципе, наверное, это удобнее То есть я просто быстро нажимаю Что-то здесь меняю И дальше работаю И только нажав Shift Я сразу перемещаюсь Еще так даже интересно мигает эта шина Привлекая к себе внимание Но, в принципе, доработка интересная Сначала непривычно Но мы сейчас, я с вами вместе разобрался И, в принципе, я думаю, что я к этому быстро привыкну Так что имейте это в виду Но, в принципе, и все Еще единственное, что должен показать функцию Здесь в закладке Preferences Display То есть в глобальных настройках Logica Здесь есть такой пункт В закладке Tracks Show track or bar number while scrolling То есть показать номер трека и номер такта Когда скроллишь вниз и вверх, влево, вправо То есть что это значит? Я сейчас ставлю галочку У меня здесь тысяча дорожек Мне нужно, например, быстро найти 567-ю дорожку Это будет сложно Но, когда я вот так вот быстро листаю У меня посередине появляется вот такое окно Подсказка, что вот 567-й Сейчас будет где-то вот в районе фокуса Вот у меня 567-й вот здесь То есть если я листаю вертикально То мне показывают номера треков Это действительно удобно для каких-то очень больших проектов Но надо сказать, что эта настройка почему-то глобальная Она не локальная для проекта Она именно глобальная То есть это будет работать во всех проектах Поэтому имейте в виду, где-то это будет нужно Где-то будет это не нужно Возможно, эта менюшка будет раздражать Когда она постоянно появляется Поэтому тоже имейте в виду И когда влево-вправо, то есть у вас показываются такты Ну, кстати, это удобно То есть когда нужно быстро перемекнуться в какой-то такт Особенно, когда длинный большой проект Там, например, нужно перейти сразу к 100-му такту Я быстро листаю и останавливаю скроллинг Уже когда числа подходят к нужным мне границам Но я все-таки, конечно, эту функцию отключу Потому что я чувствую, что мне это всплывающее окно Будет постоянно отвлекать Ну вот, в общем-то, и все Я очень надеюсь, что обзор был полезен Обязательно оставляйте какие-то комментарии И, может быть, замечания Может, у вас уже появились какие-то глюки Какие-то проблемы, какие-то непонятки Обязательно пишите Будем разбираться Постараюсь что-то тоже потестировать, посмотреть А потом ответить, если у меня что-то подобное тоже случится Ну и будем следить за дальнейшими обновлениями Будем также ждать уже такого глобального обновления 10.5 Думаю, что разработчики там подготовили что-то уже Точнее, готовят что-то такое очень интересное Но так или иначе, оставайтесь на связи Подписывайтесь на наш канал Вступайте в группу ВКонтакте Следите за новостями, за выходом новых курсов У нас сейчас их очень много появляется на сайте Поэтому не забывайте заходить Ну а с вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве Увидимся с вами в следующих видео Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok